По одной нанайской легенде некогда жила шаманка или богиня по имени Мамалджи. Она била в бубен, лечила мергенов, то есть богатырей и предсказывала будущее. Не нужно ехать далеко, чтобы увидеть место, где стоял дом шаманки, ведь теперь на Старухиной горе Амурский утес. Старухина гора или Мамахуре Эни – священное место для нанайцев и самое популярное среди туристов. Культ скал распространен среди всех восьми коренных народов Преамурья. До 1858 года, когда был основан военный пост Хабаровка, на горе вполне мог стоять шаманский дом, считают аборигены. Но на фотографиях начала 19 века из построек, кроме памятника Муравьеву Амурскому, на утесе только беседки и деревянный забор. Это часть городского сада. К 1913 году в уже любимом Хабаровчанами парке завершилась реконструкция. Облагородили смотровую площадку. К тому времени сакральное значение утеса стало забываться. Современные горожане зачастую также не знают о легендах этой горы. Для многих становится удивительным, что с этим местом связаны какие-то тайны, легенды. Причем их очень много. И какие-то позитивные, интересные, мистические, а какие-то даже трагические. Как, например, известный расстрел музыкантов австро-венгерских на утесе в 1918 году. Речь идет о расстреле 16 австро-венгерских музыкантов в начале сентября 1918 года. Правда, и эта часть истории исследована не до конца. На здании утеса много лет висела памятная табличка, посвященная этой трагедии. Но исчезла некоторое время назад. Официально здание построили в 1943 году как спасательную станцию. Под этим прикрытием находился военный наблюдательный пост. Советский Союз опасался нападения Квантунской армии, которая в тот период уже захватила многие важные города Китая. И вдруг в Хабаровске появляется такое изящное здание, которое становится визитной карточкой города. После войны здесь было кафе, а в 2013 году после ремонта дом передали Градековскому музею. Сегодня здание ожидает реконструкции, но сам утес открыт и ежедневно принимает гостей. Анастасия Магнус, Вячеслав Бончужный, Большой город.